Эти кадры из Нижнекамска. Из окна первого этажа дома на улице Менделеева выпал ребенок. Маленький Салават получил травмы, упал с высоты двух метров. Его мама до сих пор в шоке. Я слышу крики адские просто за окном. У меня шоковое состояние. Я не знаю, что делать. А мы еще на ключ закрываем двери. Эти ключи в итоге я тоже через окно вылезла, взяла его на руки. Он весь трясется, у него судорожное состояние. Он сознание не терял. После этого сразу же садимся в машину, едем в приемный покой и нас отправили сразу в реанимацию. Трехлетняя Айлина из Зеленодольска сейчас вместе с мамой в ДРКБ. Она выпала из окна третьего этажа. В это время родители убирались в квартире. Девочка получила незначительные травмы. Как говорят врачи, родилась в рубашке. Я уже сразу на первый этаж поднимаю. Она стояла уже, плакала просто. И все, сразу в скорую и поехали. Сначала лета в ДРКБ поступили 10 детей после падения из окон. Еще один малыш скончался. Москитная сетка не для того, чтобы ограничивать выход, так скажем, из окна. Наоборот, для того, чтобы просто не пускать комаров, мух и так далее, каких-то насекомых в квартиру. Поэтому это просто оправдание со стороны родителей, тех, кто находился в тот момент с ребенком. Травмы получают также из-за неосторожного обращения с огнем или обливаются кипятком. В этом году 8 дошколят попали в больницу с тяжелыми ожогами. С первых дней лета в республике участились случаи получения детьми различных травм. Чаще всего это связано с выпадением из окон из-за неосторожности или доверия к москитным сеткам. Многие дети получают травмы на самокатах, велосипедах и скейтах. На сегодня в ДРКБ около сотни детей, получивших травмы в эти жаркие дни. Ежедневно в отделение неотложной помощи ДРКБ поступает до 60 детей. Каждого десятого оперируют. Но даже если 99% детей восстанавливается, то всегда есть 1%. Не нужно говорить о том, что 99% детей восстанавливается. Нужно думать именно об одном проценте, куда может в этот процент попасть твой ребенок. От обратного все. И это обязательно произойдет именно вот так вот. Если притуплять вот это вот какое-то отношение к предосторожности. Если родители тот же самый самокат купили, а защиту не купили. Поехали в парк. Если вы посмотрите в парках, там есть специальные дорожки для всех этих самокатчиков. Но при всем при этом, если вы посмотрите, где-то 99% детей там катаются без защиты. То есть все вот эти травмы уже, если мы говорим, это, ну, наверное, в какой-то степени может быть и безответственность родителей. В какой-то степени, наверное, не донесли до детей, насколько это все может быть опасно. Почти у каждого третьего поступившего переломы и сильные ушибы. Как говорят врачи, пострадавших было бы меньше, будь родители ответственнее. Искандер Гималдинов, Лисан Саитова, ТНВ, Казань.